Рада вас приветствовать на таком семинаре, который посвящен новым возможностям 2013 проекта. И давайте для начала парочку организационных вопросов обсудим. Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра специалист по направлению управления проектами. Курсы веду как связанные с методологией управления проектами, так и по использованию инструмента. Ну и в качестве инструмента мы работаем, сотрудничаем с корпорацией Microsoft. Инструмент, который Microsoft предлагает давно, с 1987 года. Инструмент, который имеет общее название Project. Вот по Project мы с вами и пойдем. Наш с вами сегодняшний семинар рассчитан на один час по времени. Ну и по регламенту это будет примерно следующим образом. На какие-то вводные вопросы мы первые пять минут потратим, посвятим этому. Затем основная часть, где-то минут сорок, наверное, это, собственно, обзор возможностей новой версии этого продукта. И затем, там, минут 15 оставим на обзор каких-то новинок, которые появились в смежных продуктах по отношению к проекту. Также на какие-то вопросы, которые будут возникать у вас по ходу этого семинара. Семинар будет проходить как демонстрация. В приложении GoToMeeting у вас отображается мой экран. Ну и я постараюсь на этом экране отобразить какой-то цикл создания проекта в Project, в том числе то, как выглядят вот эти новинки 2013-й версии. Ну, давайте начнем по порядку разбираться с историей создания этого продукта. Ну и, соответственно, с тем, как сейчас корпорация Microsoft пришла к тому внешнему виду, и к тому функционалу проекта, с которым нам в 13-й версии предстоит работать. Итак, общее название продукта Project. Ну и Project, как я уже сказала, существует давно, с 1987 года. Ну, а мне довелось работать с этим продуктом, как с приложением, которое посвящено управлению проектами, начиная с 2000-й версии. Вот в это время, собственно, закладывались основы такого базового функционала этого продукта. И потом, ну, довольно нерегулярно на самом деле, выходили обновления продукта. После 2000-й версии была версия 2002 года. После этого сразу, очень быстро вышла тройка. Возможно, на 2003-й версии работает кто-то из вас в каких-то компаниях, она установлена и до сих пор носит такой актуальный характер. И 2000-я, 2002-я, 2003-я версии, они очень похожи друг на друга и по внешнему виду, и по, собственно, функционалу. Там особо никаких преобразований не выполнялось, не предполагалось. Это всегда был цикл календарного планирования, цикл ресурсного планирования. Всегда в любой версии проекта можно было выполнять отслеживание хода выполнения этого проекта. И всегда можно было, ну, так или иначе, просматривать отчеты и настраивать приложение, так как это будет удобно пользователям. Потом, спустя довольно долгое время, в 2007-м году, вышла версия, которая стоит так немножко особняком в ряду всех остальных версий. Особняком, потому что, если помните, тогда весь остальной офис поменялся, поменялся внешний вид, поменялся формат файлов, в которых мы сохраняли в Word, в Excel, какие-то документы и книги. Ну, а Project немножко поменялся функционально. Собственно, у нас в 2007-м интерфейсе используются те же средства управления, те же панели инструментов, что и в предыдущих версиях Project. То есть Project от своих офисных собратьев, он входит в состав семейства офисных продуктов, но от своих офисных собратьев на одну версию вот в этом смысле отстает. В 2007-й версии немножечко так функциональных преобразований было. Ну и в апреле 2010-го года был такой официальный релиз версии, которую в свое время называли революционной. Вот десятка, она действительно отличается от всех предыдущих выпусков. И по внешнему виду, собственно, в 10-й версии появилась в качестве элемента управления вот эта лента, риббон, набор вкладок, на которых команды сгруппированы. Группы команд выглядят иконками, пиктограммами с всплывающими подсказками по сочетанию клавиш и по, ну, собственно, объяснению тому, что значит та или иная функция. И довольно революционно поменялся и функционал Project именно в этот момент. Во-первых, появился новый режим планирования задач, задачи, которые автоматически не рассчитываются ни по срокам, ни по длительностям, и те, которые пользователю нужно держать на ручном режиме. Появился новый такой визуальный оптимизатор загрузки ресурсов. Это буквально такой конструктор, из которого можно складывать назначение отдельных ресурсов с тем, чтобы устранить превышение доступности. Ну и, повторюсь, сильно изменился внешний вид. Конечно, когда в интерфейсе в новом нужно было находить какие-то новые функции или старые функции, это было для пользователя не всегда так просто и очевидно. Ну и, наконец, добрались мы с вами до той версии, о которой будем говорить сегодня. Это 2013-я версия. Ее настолько революционной, как 2010-ю, назвать, наверное, нельзя. Собственно, базовый функционал, конечно, сохранился. И новые возможности, о которых мы будем говорить, их в отрыве от этого базового функционала рассматривать безидейно. Для того, чтобы посмотреть новый модуль отчетности, надо, чтобы в файле были какие-то данные, какие-то цифры. Поэтому вот этот семинар мы построим по принципу такого общего, полного, обычного совершенно цикла планирования проекта. И посмотрим, как выглядят, собственно, эти новые функции в старом алгоритме работы с проектом. Алгоритм не изменился. Он на самом деле сохраняется, начиная вот с той версии, которая первая мне известна, с 2000-й версии. Всегда проект был представлен тремя основными модулями такого базового функционала. Во-первых, это модуль календарного планирования. И все, что с этим связано, управление сроками проекта. Это возможность определения иерархического состава работ, возможность определения хронологических зависимостей между работами, сроков выполнения отдельных задач, расчет общего срока проекта, расчет критического пути, управление временными резервами задач, ограничениями, ну и так далее. Это первый большой блок. Второй функциональный блок проекта – это ресурсное планирование. То, что используется в проекте существенно реже, чем календарное планирование. Но так или иначе, это возможность наполнения графика, возможность наполнения задач какими-то людьми, оборудованием, расходными материалами, какими-то статьями затрат дополнительными. Это возможность выполнения бюджетирования. Бюджетирование появилось только в 2007-й версии, ну и сохраняется в 10-й, в 13-й версии. Это возможность назначения ресурсов на задачи, оптимизации загрузки ресурсов, балансировки загрузки, ну и так далее. В общем, короче говоря, все, что связано с управлением ресурсами в проекте. И третий большой функциональный блок проекта – это то, ради чего когда-то проект создавался, обычно говорю эту фразу, и то, что, как ни странно, реже всего используется на практике. Это возможность контролировать проект, отслеживание хода выполнения, возможность внесения фактических данных в тот же график, в тот же файл, и сопоставление факта с плановыми значениями, соответственно, получение информации об отклонениях, аналитика, и принятие управленческих решений по внесению каких-то изменений в график проекта. Вот базовый функционал, он сохранился, конечно. Ну и интересны будут новинки. Давайте по редакциям и выпускам проекта немножко пройдемся, чтобы тоже понимать точно, с чем мы будем работать на этом семинаре. Проджект двумя направлениями всегда был представлен во всех известных мне версиях. Во-первых, это локальный клиент. И во-вторых, это сетевая версия. Сетевой проджект. Локальный клиент всегда тоже был представлен, и в 2013-й версии это сохраняется двумя редакциями. Одна называется Standard, другая называется Professional. Стандартные и профессиональные выпуски. Professional от Standard всегда отличались тем, что из профессионального выпуска можно было, собственно, подключаться к сетевому проекту, к проект-серверу. Ну а проект стандартный, он в такой чистом виде локальный клиент, и устанавливается он просто как настольное офисное приложение, а пользователь, соответственно, работает с этим приложением на своем компьютере. Сетевой проджект, в отличие от локального, он решает совершенно другой круг задач. Если локальный проджект – это такой круг прикладных задач, которые можно обозначить как, собственно, управление проектом, вот это то, что имеется в виду в классике проект-менеджмента, в стандартах всевозможных международных по управлению проектами. Кстати говоря, проект берет за основу методологию, которая предлагается американским институтом управления проектами, Project Management Institute, методология, которая изложена в стандарте PMBOK, сейчас вот в начале этого года вышел PMBOK уже пятой версии, интересно наблюдать всегда, как Project тоже от версии к версии реагирует на какие-то изменения в стандарте, и вот в пятом PMBOK большое внимание уделяется коммуникациям между участниками проектных команд, в принципе выделяется такая отдельная область знаний, как управление стейкхолдерами, но это так, к слову, и в 13-й версии проекта это тоже учтено. Собственно, одно из революционных преобразований 2013-й версии заключается в том, что сетевой проект, который решает несколько иной круг задач, это не управление проектом, это управление, скорее, портфелем проектов, то есть это такой, другой уровень подхода к проектному менеджменту в компании. Так вот, сетевой проект всегда был представлен таким продуктом, как Project Server, а в 13-й версии появился еще новый продукт, который называется Project Online. Вот есть он только в последнем выпуске. Project Online. Ну и про Project Server, про Project Online мы, конечно, тоже скажем несколько слов. Во-первых, о том, что это в принципе за продукт такой, просто заранее там два слова Project Online, это тот же Project Server, но только в основе его лежит облачный сервис, это возможность организации сервера на стороне серверов компании Microsoft, собственно. То есть это публикация в оглоке веб-узлов Project Web Application и немножко об отличиях Project Server 13-го выпуска от 2010-го. Ну а в основном сегмент, конечно, будет посвящен вот этим новинкам, преобразованиям локального проекта, потому что это, ну, такой основной камень преткновения в проектном управлении. Ну и так, давайте по преобразованиям, которые появились в 2013-й версии локального выпуска, ну, там, неважно, стендарт или прошедшим, но это все равно. По системным требованиям, ну, конечно, сейчас не буду вас этим мучить, просто коротко обращу внимание на то, что Project 2013-й версии устанавливается на операционную систему, начиная от Windows 7, от 7-й Windows, и на предыдущие выпуски не устанавливается. И еще один такой момент, возможно, он вам пригодится, совершенно спокойно на этой операционной системе работает одновременно рядом две версии, и 13-й Project, и 10-й. Могу это с удовольствием продемонстрировать. Вот есть в составе офисных продуктов здесь, на этой машине, на которой я работаю, и 10-й Project, он работает без каких-то нюансов. И здесь же установлен 2013-й Project. Если какой-то будет у вас переходный момент с 10-ки на 13-ю версию, ну, возможно, для вас это будет интересно. Ну, а по серверу чуть позже поговорим. На операционную систему Windows Server 2008 R2 можно установить Project Server, ну, и, конечно, на новый выпуск Windows Server 2012. Тут, само собой, без всяких вопросов. Дальше. Кроме системных требований преобразования в интерфейсе мы сможем обнаружить в 13-й версии. Это, конечно, MetroStyle, который характерен вообще для новых выпусков и операционных систем, и отдельных офисных продуктов, над которыми работает Microsoft. Это такая ориентировка на работу с этими приложениями на мобильных устройствах. Ну, собственно, на планшете, на котором установлена операционная система, можно совершенно спокойно работать полноценно с полным функционалом проекта. Коллеги, я вижу, что вы задаете вопросы, но если вы позволите, вопросы на вопросы поотвечают конец, потому что участников много. Если сейчас будем погружаться в вопросы, я просто подозреваю, что мы можем не успеть выполнить все, что запланировано сегодня. кроме вот этого стиля Metro, там, где большие иконки используются, так что пальцем можно было на планшете попасть, при загрузке шаблона нового проекта доступен предварительный просмотр этого шаблона и изменены цветовые схемы интерфейса. Ну вот, если запустить Project, то можно увидеть, что иконки, вот они такие большие, ну и, собственно, шаблоны, которые опубликованы на офисном вебузле, шаблоны, они сохраняются. И, в общем, здесь можно обнаружить шаблоны, которые еще для 2003 версии создавались, можно обнаружить шаблоны и загрузить их с офисного вебузла, которые, собственно, для 13 версии созданы. Вот они доступны в предпросмотре. Если нам интересен какой-то проект, это чьи-то представления о том, как, в принципе, может быть спланирован там тот или иной проект. Если нам что-то интересно, мы можем перед загрузкой, перед созданием своего проекта на основу этого шаблона просто посмотреть, как это будет выглядеть. Вот это вот одно из таких преобразований интерфейсных в 13 версии. Ну, по цветовым схемам тоже посмотрим потом, когда зайдем в само приложение. Конечно, одна из таких особенностей новой версии – это возможность интеграции с облаком. Это, во-первых, возможность подключаться к проекту под своей учетной записью, учетной записью Microsoft. Ну, и это такой контакт между этим приложением и всевозможными облачными сервисами и социальными сетями. Как это выглядит в самом приложении? Вот так вот, дополнительные сведения, есть у нас поддержка, справка по вот этим вот новым возможностям. Ну, собственно, справка, она и справка, она какая была, такая и осталась. Ну, и мы можем увидеть возможность сохранения проекта в облаке SkyDrive и можем поработать с учетной записью. Ну, соответственно, создать учетную запись или Microsoft, или учетную запись организации. Я сейчас постараюсь подключиться под своей учеткой. Project T обнаружит, как он, собственно, контактирует с какими-то дополнительными службами. Ну, вот. Можно прямо из этого приложения управлять сведениями об учетных записях и можно сохранять, собственно, файлы проектов в облаке Office 365, то есть на портале вот того самого Project Online, который входит в состав 365-го офиса редакции Enterprise. и есть такой контакт со службами, службами, которые относятся к социальным сетям. Ну, такой совместный доступ, который реализуется или средствами там сети Facebook, или Twitter. Ну, можно, соответственно, загружать изображение видео с сайтов известных с фото- и видеоконтентом. Вот это одно из тоже таких преобразований 13-й версии Project. Ну, а дальше изменения в функционале. Вот давайте по функционалу немножечко пройдемся. Собственно, мы создаем некий новый проект. Ну, и повторюсь, по циклу планирования проекта здесь почти никаких изменений нет. Мы точно так же сохраняем файл. Конечно, с вот этим вот новым интерфейсом немножечко пользователю нужно будет, ну, не полсекунды, а две секунды поискать глазами, каким образом так или иначе сохранить этот файл. Ну, в конце концов можно обнаружить, как в моих документах этот файл создается. Ну, допустим, какой-нибудь тестовый проект. А дальше стандартный, традиционный цикл календарного планирования, который очень коротко напомним, мы это подробно рассматриваем на остальных курсах основных по управлению проектами с использованием этого приложения. Это возможность задания начальных сведений о проекте, там, даты начала, типа планирования, текущей даты, применение какого-то графика работы и так далее. Это возможность создания какого-то графика, который применяется по отношению к проекту или к задаче, или к ресурсу. Это календарь. В модуле изменения рабочего времени ничего не поменялось. Если вы будете стройки перескакивать на 13-й проект, то там, конечно, ну, такие существенные изменения. А если с 10-й версии, то единственное, что вы обнаружите, что здесь немножко другой перевод вот этой кнопки. Раньше она называлась создать новый календарь, сейчас просто новый календарь. нужно по отношению к проекту вот этот новый календарь применять. Одно из основных преобразований 2010-й еще версии это возможность планировать задачи в автоматическом режиме или вручную. Ну, конечно, project, он, собственно, для того и устанавливается для руководителей проектов, чтобы можно было автоматически рассчитывать даты начала и окончания там основной массы задач. Возможность определения иерархического списка работ. Сейчас просто для примера, там кое-какие работы ввиду, чтобы можно было дальше отчеты посмотреть. Конечно, традиционно, как всегда, в 13-й версии тоже мы определяем некую стартовую точку проекта, мы определяем этапы работ, мы определяем какие-то задачи, которые входят в этот этап. Определяем там, где есть необходимость вехи проекта, точку финиша, и в этом смысле все происходит достаточно традиционно. Иерархия в 2013-й версии задается теми же средствами, то есть, если вы переходите на 13-ю версию с 10-й, то тут никаких вопросов не возникнет, потому что немножечко другой внешний вид иконок, но здесь, собственно, ничего страшного с этим нет. Но вы видите, что цветовая схема другая, какие-то, ну, как-то по-другому определяется внешний вид отрезков задач, то, чего раньше не было. Ну, а чисто содержательно это просто иерархический список. И о том, как создается иерархическая структура работ, что такое веха проекта, откуда руководитель проекта должен взять этот состав работ, об этом мы подробно говорим на больших курсах. Ну, а так или иначе, у нас вот такая иерархия появляется. Ну, и напомню, что у нас глубина декомпозиции в проекте допускается, условно говоря, любая. Ну, здесь мы видим, что у нас есть два уровня иерархии, есть некая суммарная задача проекта, потом тоже коротко напомню, мы можем задать хронологическую последовательность выполнения задач, ну, и делаем мы это тоже традиционным способом, вот обращу ваше внимание на то, что все знакомые средства в распоряжении пользователей есть. Это просто связь, определение связи между задачами, хоть графически можно это делать, хоть с помощью иконок, это совершенно все равно, в конце концов мы получаем некий такой скелет, ну, если совсем точно сказать, некий сетевой график нашего проекта и дальше можем этим проектом управлять уже на критическом пути. Так вот, одна из новинок 2013 проекта это возможность форматирования вот этого полученного сетевого графика с точки зрения предшественников и последователей задач. Ну, с типами зависимости между работами тоже подробно разбираемся там или на 16 или на 40 часовом курсе. Здесь в 13 версии все естественные типы доступны. И вот нередко возникает вопрос у пользователей о том, что вот когда руководитель проекта определил вот такую хронологическую последовательность выполнения задач, как можно посмотреть весь график, проверить его на предмет корректности составления, нет ли где-то ошибок сетевого планирования, собственно, нет ли где-то того, что называется при сетевом планировании открытая петля. Здесь просто коротко напомню, у нас любая задача по началу от чего-то зависит и окончанием на что-то влияет. Вот как это проверить? Ну, раньше можно было это проверить только такими средствами, как добавление столбцов предшественники и последователей, ну и посмотреть, у всех ли есть предшественники и последователи. А сейчас появилась такая вот еще дополнительная очень интересная возможность, это возможность форматирования графика для подсветки, выделения предшественников, управляющих предшественников, последователей и управляемых последователей. Ну и собственно выглядит это следующим образом. Мы можем хоть все четыре опции включить, можем их включать по одной. Ну, например, мы хотим подсветить предшественников задач, соответственно, выглядеть это будет вот так. Мы выделяем какую-то задачу и просто наблюдаем, кто для этой задачи является предшественником. или и предшественников и последователей форматируем. Ну и видим, соответственно, как у нас изменяется внешний вид графика. Хорошая функция для анализа логической структуры нашего проекта. Вот хронология выполнения задач. Ну и нередко спрашивают, чем предшественники отличаются от управляющих предшественников, ну и, соответственно, последователи от управляемых последователей. Просто очень коротко напомню, что в интерфейсе и 10-го и 13-го года если смысл какой-то функции непонятен, то вполне можно поднести курсор к названию этой команды и почитать, что имели в виду авторы, разработчики под этой функцией. Предшественники это выделение предшественников выбранной задачи, а управляющие предшественники это выделение предшественников, которые напрямую влияют на выбранную задачу. Ну, сейчас давайте попробуем смоделировать какую-нибудь такую ситуацию, когда предшественники и управляемые предшественники это какие-то разные задачи. Есть две параллельно выполняющиеся задачи 2.2 и 2.3. Ну, соответственно, можно смоделировать график таким образом, чтобы у них были разные длительности и включить и предшественников, и управляющих предшественников. Ну, и посмотрите, пожалуйста, для задачи 2.4 предшественниками являются все вот эти предыдущие задачи, а управляющими предшественниками только часть. Задача 2.2 не является управляющим предшественником. Ну, и если говорить на языке сетевого планирования, то управляющие предшественники это некий критический путь, задачи общевременной резерв, которых равен нулю, ровно до вот той задачи, которая нас интересует. то есть до задачи 2.4 вот раз 2.3 предшествующие задачи не имеют временного резерва. Задача 2.3 она, собственно, обладает резервом по времени и поэтому не является управляющим предшественником. То есть изменение срока вот этой вот задачи 2.2 оно не повлияет на срок выполнения задачи 2.4. И, в общем, такая же история с последователями и управляемыми последователями. ну, повторюсь, такая хорошая функция, которая нужна для аналитики предварительного планирования проекта. Ну, и можно включить все опции или включать их по очереди. Ну, соответственно, все осталось на месте, форматирование графика под отображение критического пути, тут с этим все в порядке. На уровне календарного планирования собственно все такие хорошие вкусные функции 2010 проекта остались, сохранились, можно задачи переводить в другой режим планирования, какую-то задачу планировать, допустим, в ручном режиме, форматирование критических задач, можно увидеть, что это немножко другой формат отображения, такая зеленая скрепка, но это не 13-й проект, это 10-й задачи, для которых планирование вручную, задачи, для которых значения начала, окончания и значения длительности не рассчитываются, не обновляются автоматически, в этом несложно убедиться, можно увеличить длительность предшествующей задачи, мы увидим все то же самое, что было в 10-й, подсветки, конфликты планирования, возможность исправить в инспекторе задач, эту ошибку, возможность выбрать соблюдение связи, подровнять по графику respect links, подровнять по графику эту задачу, то есть все это осталось, эти задачи могут существовать без длительности, это условно без длительности, задач без длительности в проекте не существует, но задач в полях длительность начала и окончания которых будут прописаны заметки, какие-то, ну и соответственно задачу можно в любой момент переводить вручную в автоматический режим планирования до тех пор, пока в нее не внесен какой-то процент завершения. И на месте осталась функция, которая сделала Project почти полноценным инструментом сценарного анализа проекта, это возможность сделать задачи неактивными, выполнять такой вот их анализ, что если у нас что-то пойдет по-другому и выключать какие-то задачи из графика неактивные задачи, задачи, которые останутся в проекте, но не влияют ни на сроки, ни на загрузку ресурсов. Это очень удобная функция, мы о ней подробно говорим, как она используется, подробно говорим тоже на других курсах. Ну, соответственно, управление критическим путем, управление резервами, управление временными ограничениями задач, задачи, это все то, что было еще с 2000-ми версии, возможность определения крайних сроков для задачи и так далее. Но, соответственно, вот это то, что касается календарного планирования, ресурсного планирования. Также, как и было, у нас есть возможность определения трудовых, материальных и затратных ресурсов. Трудовые ресурсы – это люди и оборудование, допустим, у нас есть исполнитель какой-то по проекту, и это трудовой ресурс, для которого определяется доступность, для которого определяется повременная оплата его работы и прочие параметры. Это возможность определения какого-то расходного материала, материальные ресурс, соответственно, с определением единицы измерения, килограммы, километры и так далее. Стоимости этой единицы, возможность определения каких-то статей и затрат, это затратный ресурс, возможность определения бюджетных ресурсов, вот это то, что осталось. Если немного подробнее зайти в свойства, а вот так, чтобы совсем скучно не было, одна из особенностей 2013 проекта в том, что двойным кликом по названию ресурса не всегда можно попасть в свойства ресурса. Это хорошо, если повезет. по заголовку строки это можно сделать. Но это так, шутка немножко с горьким оттенком, но на самом деле сейчас я работаю на выпуске превью, уверена, ну такая, есть уверенная надежда на то, что в выпуске в таком релизе, который пойдет в продакшн, будет устанавливаться на рабочие места клиентов, все эти ошибочки, это не единственный каприз, конечно, в 13-м проекте, все эти ошибочки будут подправлены. Ну, соответственно, в сведениях о ресурсе мы задаем для трудовых ресурсов доступность, задаем для трудовых и для материальных ресурсов разные ставки, динамику каждой ставки и так далее. Можем определять также, как и раньше, универсальные бюджетные ресурсы, это то, что больше касается, ну, по крайней мере, универсальные ресурсы работы на сервере, определять для трудовых ресурсов календари, принцип начисления для бюджетирования проекта и так далее, и затем выполнять назначение ресурсов на задачи. Назначение происходит разными способами, так же, как это было всегда. Ну, соответственно, мы можем для задачи, вот тут немножечко для искушенных пользователей маленький комментарий, для задачи, так же, как и в предыдущих выпусках проекта, определять тип задачи, зафиксировать длительность объема ресурсов или трудозатраты и зафиксировать или не фиксировать объем работ. Ну, и, соответственно, понимая, что назначая трудовой ресурс на задачу, мы неизбежно напрямую связываем три параметра длительность, загрузку ресурса и объем работ, которые повлияют потом на стоимость проекта, так как нам нужно регулировать вот эти вот величины. Ну, соответственно, при назначении трудовых ресурсов нам пригодится информация по трудозатратам, при назначении любых ресурсов информация по затратам и формула планирования, вот эта, вот эта связка между объемом ресурсов длительностями и трудозатратами в 13-м проекте работает точно так же, как в 10-м, а десятка в свою очередь она очень сильно отличается от всех предыдущих версий. Но так или иначе мы можем любую из этих трех величин рассчитать. Мы можем сказать, что у нас, например, есть некая длительность задачи и объем работ и рассчитать загрузку. Или наоборот, у нас есть объем работы и загрузка и рассчитать длительность задачи. предварительно соответственно установив вот этот тип задачи. Например, мы определяем, что у нас задача, которая имеет норматив, фиксированные трудозатраты. Мы, соответственно, задаем какие-то трудозатраты, задаем 40 часов работы, определяем загрузку исполнителя, допустим, как 50-процентную и видим, как проект рассчитывает такой параметр как длительность. Ну или как-то по-другому действуем, имея длительность задачи и определив объем работ, возьму какой-нибудь 2-2-4 дня, если бы человек работал по обычному 8-часовому графику, это было бы 32 часа работы, ну допустим, у нас объем работы 16 часов по этой задаче, тогда, соответственно, назначая исполнителя на работу, мы видим, как проект рассчитывает загрузку или же определив длительность и загрузку, мы видим, как проект рассчитывает трудозатраты, то есть любой из трех параметров проект в состоянии в 13-й версии посчитать, а здесь в этом смысле все как было, так и осталось. Для расходных материалов, для материальных ресурсов все осталось тоже по-прежнему, мы можем постоянную или переменную норму расхода определить, постоянную это просто, допустим, 5 килограмм, а переменная это, например, 1 килограмм в час. Ну и в зависимости от длительности задачи проект будет просто рассчитывать. При назначении затратных ресурсов мы присваиваем какие-то суммы, то есть тут все сохранилось, как было, их мы можем присваивать по-разному, как хотим, но так или иначе в какой-то момент у нас определен и объем работ по проекту, определены и затраты, как-то лояльно мы обошлись с нашим исполнителем, давайте что-нибудь такое сделаем по-существенному, пусть он, например, с другой загрузкой выполняет какую-то работу и мы увидим перегрузку ресурсов, вот когда мы начинаем работать с оптимизацией загрузки ресурсов, здесь переводили 13-ю версию явно другие люди, не те, кто переводили 10-ю, здесь мы увидим такое словосочетание, которого раньше не было в проджекте, визуальный оптимизатор ресурсов, раньше это называлось, ну, в английской версии это как было Team Planner, так и осталось, а вот в русской раньше это называлось планировщик работы группы, сейчас это визуальный оптимизатор, ну, и с точки зрения балансировки загрузки загрузки ресурсов, все нам доступно, автомат выравниваний, весь спектр, способов ручного выравнивания, и вот в числе способов ручного выравнивания это возможность такой чисто механической изменения, чисто механического изменения загрузки, перепланирования задач, конечно, это приводит к перепланированию графика, к добавлению ограничений по задаче, ну, и так далее, то есть, короче говоря, с этим визуальным оптимизатором нужно быть аккуратными, но, конечно, он существенно сокращает трудозатраты самого планировщика или руководителя проекта на то, чтобы сбалансировать эту загрузку ресурсов. Когда у руководителя проекта все так или иначе оптимизировано, он начинает работать, тоже коротко напомню, с базовыми планами, и вот тут вот мы тоже можем сейчас обратить внимание на некоторые особенности именно 13-й версии. в части задания базового плана ничего не поменялось, ну, задаем и задаем. Мы говорим, что некое состояние графика является вот тем самым бейзлайном, с которым мы потом будем сравнивать фактические значения. После этого начинаем вносить факт. По проекту любым из доступных способов, конечно, очень важно обсудить и принять решение в самой компании о том, как будет происходить отслеживание хода выполнения, каким способом или процентом завершения, или датами фактического начала, окончания, если нам нужны какие-то отклонения. Например, как-нибудь вот так можно смоделировать отклонения. А вот то, что отличает именно 13-ю версию от предыдущих, это то, что в повременном распределении того или иного типа сведений для каждого назначения, неважно, трудовых, материальных, затратных ресурсов, мы сможем обнаружить дополнительные появившиеся вот здесь поля. То есть, это не только плановые, допустим, трудозатраты или затраты, или плановые затраты, как деньги движутся по проекту, но и такие же величины, которые соответствуют каждой версии базового плана. То есть, мы можем посмотреть базовые трудозатраты и базовые трудозатраты, которые сохранились бы у нас в базовых планах. Вот они от 1 до 10 пронумерованные, как это и есть в окошке задания базового плана. Это то, чего раньше не было, и то, из-за чего приходилось так вот, условно говоря, прикручивать Excel к проекту, чтобы была возможность посчитать вот эти повременные значения, отобразить их где-то. Ну, сейчас по любой из версий базового плана это можно пронаблюдать. Все остальное с точки зрения, допустим, аналитики по отклонениям, все осталось доступным пользователю. Можно посмотреть и отклонения по длительности, и отклонения, допустим, по дате начала, окончания каких-то задач, и освоенный объем посмотреть, и так далее. Ну и добрались мы до одного из самых, наверное, существенных преобразований, именно 13-й версии проекта, это модуль отчетов. Просто очень коротко напомню, раньше отчеты в проекте, вот начиная с 7-й версии, были довольно красиво представлены таким модулем, который называется наглядный отчет. Тогда это было хорошо, потому что в тройке, если вы с ней работаете сейчас, или помните, может быть, в тройке там простые отчеты, то есть это такие нередактируемые формы, которые выводятся на экран и на печать, в аксессе были такие, в нескольких продуктах Microsoft. Ну а здесь появились такие локальные Allab-кубы, появились в 7-й версии Project, которые можно выгружать в Excel или в Vizio в 2 приложения. Вот этот модуль, он остался и в 13-й версии. Но только напомню тоже коротко, здесь смысл был в том, что ну немножко парадоксальное такое словосочетание, локальный Allab-куб собирался. Allab- это вообще-то, ну если простыми словами сказать, это сводная таблица, сводная диаграмма, которую, например, в Excel можно рассмотреть, а сам Allab расшифровывается как онлайн аналитикал процессинг. Так вот, это был не онлайн, то есть мы один раз выгружали в Excel этот отчет, раньше и сейчас можем это сделать. Выгружали в Excel вот такой себе отчетик, давайте хотя бы чуть-чуть подробнее его посмотрим. И если мы что-то после этого меняли в нашем основном файле, то, конечно, в этом отчете ничего не изменялось, нам нужно было его заново собирать. А сейчас появились вот эти отчеты, которые реально в режиме онлайн обновляются, и отчеты имеют такой очень внушительный красивый внешний вид, в основе конечно та же аналитика, это те же средства аналитики Excel, это те же сводные таблицы, сводные диаграммы, например, можно посмотреть там обзор проекта, просто отдельным представлением открывается. Это то, что очень понравится руководству, руководителям портфеля проектов, это возможность такой хорошей, красивой презентации проекта, и возможность прямо здесь, как видите, никуда не уходя из приложения Project, во-первых, создавать свои отчеты, во-вторых, редактировать имеющиеся, то есть можно отображать другие поля на этом отчете, или просто форматировать внешний вид диаграммы. И вот таких встроенных отчетов, их довольно много, и обзор проекта, и обзор затрат, здесь прямо вот панели мониторинга буквально, такие дашборды с затратами, а старшими с затратами процентом завершения, с возможностью редактировать внешний вид этих диаграмм, так как будет удобно руководителю сохранять эти отчеты, форматировать их по-другому, какие-то надписи, какие-то изображения добавлять, и так далее. Ну и кроме всего прочего, есть еще возможность создавать какие-то свои диаграммы, таблицы, допустим, какой-нибудь там тестовый отчет, ну и из доступных полей или из настраиваемых полей набирать сюда тот тип сведений, который нам будет интересен. Допустим, нам не нужен отчет по трудозатратам, а нужен как раз-таки отчет, например, по затратам, есть какие-то плановые затраты, есть какие-нибудь фактические затраты, мы смотрим, где у нас, на какой фазе, чего там, ну, понятное дело, что тут не так много сведений в этом файле, если это большой проект, такой масштабный, крупный, то возможность создания вот таких отчетов и сохранения их, ну, во-первых, копирования в какое-то другое приложение, во-вторых, сохранение их в глобальном шаблоне, в файлике Global MPT, это, ну, одна из таких серьезных возможностей, то есть, в смысле аналитики, в части аналитики, project 2013, он, конечно, хорош. вот это то, что касается изменений в локальном project professional. Итак, еще раз, это возможность форматирования графика под отображение предшественников последователей, это вот такой путь к задаче, это повременные поля, которые соответствуют разным версиям базового плана, это модуль отчетов, это, конечно, другой интерфейс вот этой вот оболочки backstage, и это интеграция с облаком. Кстати, в смысле интеграции с облачными технологиями еще один момент есть, если мы ресурсы в листе ресурсов создаем не вручную, а загружаем, добавляем их из Active в директоре нашей компании, то при условии, что в компании работает линк-сервер, мы прямо здесь в приложении Project сможем с нашими трудовыми ресурсами, с нашими исполнителями, с командой проекта здесь коммуницировать, общаться, здесь появится такой всплывающий смарт-тег, и можно будет чат организовать, какую-то видеоконференцию, ну и так далее. Вот это то, что касается преобразований в локальном клиенте. Давайте пройдемся. ничего ли мы не забыли, встроенные поля по накопительному итогу, коммуникации между командами проекта. Ну и несколько слов, буквально там два слова по Project Online, вот этому новому продукту, который входит в Office 365 выпуска Enterprise. это Project Server, на самом деле, но только облачный, со всеми преимуществами и особенностями, которые любой облачный сервис характеризует. Это возможность получения технической поддержки от Microsoft 24 на 7, что называется, круглосуточно, без перерывов и выходных, или такие особенности, которые касаются даже не пользователей. Для пользователей Project Online будет выглядеть точно так же, как Project Server. Особенности администрирования. Здесь гораздо меньшие трудозатраты требуются на администрирование, ну и администраторам этой системы будет интересно, что немножко по-другому формируется отчетность в этом продукте, по-другому выполняется авторизация. Если веб-узел создан на основе этой технологии, другие основы для разработки, для доработки этого продукта в части программирования, ну и программирование на уровне, там в том числе будут интересовать, конечно, вопросы безопасности, на уровне фермы SharePoint, SharePoint Online. В панель администрирования пользователей зайти не смогут. Ну и с точки зрения администратора вот этого веб-узла, созданного в Project Online, в отличие от администратора Project Server 2013, в веб-консоли администрирования админу не будут доступны функции архивирования, резервного копирования и восстановления данных. Нельзя будет управлять уведомлениями по электронной почте, нельзя будет настроить глобальный корпоративный шаблон, хотя, собственно, из Project Professional мы и публикуем проекты на этом веб-узле, но там уже каждый пользователь сам для себя будет формат и диаграмм настраивать, настраиваемые поля и так далее. Нет возможности закрывать задачи от обновления, если работали с Project Server, то помните наверняка, что это такое. Ну а сам продукт Project Server от десятой версии отличается также и Project Online отличается внешним видом, тоже это интерфейс в стиле метро. Появился таймлайн, такой же, как вот у нас есть в Project Professional, временная шкала, которую можно хорошо, красиво презентовать кому-то, например, спонсорам. вот вехи сюда спроецировать, если есть такая необходимость или какие-то задачи, или какие-то этапы работ, форматировать, копировать для презентации и так далее. Вот точно такой же таймлайн в центре проектов появился на Project Server. Выглядит это, конечно, очень внушительно. Вообще, этот таймлайн появился в нескольких продуктах Microsoft, например, в Outlook он есть. И вообще-то тут стоит помнить, что таймлайн на самом деле впервые появился в Project в 2010-ом. Ну и Project Server именно 13-й версии от 10-ки отличается такими почти бесконечными функциями редактирования проекта в самом вебе. Ну, например, то, что раньше считалось такой запредельной фантазией, можно вот эти фиксированные длительности объема ресурсов трудозатраты и фиксированный объем работы effort-driven применять прямо на сайте. Возможность появилась назначать материальные затраты, ресурса этого раньше не было. Расчет плана проекта происходит автоматически, то есть это избавляет пользователей просто от лишних движений. Можно сохранять наконец-то на сервере базовые планы. То есть на самом деле при условии, что установлен Project Server, нам локальный Project Professional, я уж даже не знаю, зачем им нужно, потому что вот все, чего не хватало на сервере, вот это все появилось. Заметки даже в Project Professional импортируются. Ну, а на уровне администрирования Project Server, именно того сервера, который физически будет стоять в организации, улучшена синхронизация с Active Directory, она там сокращена существенно по времени. Можно создавать multi-tenancy, мульти-арендность, можно создавать автономные локальные веб-узлы, Project Web Application для разных подразделений компаний, новая архитектура, ну, там действительно серьезные преобразования, там базы данных объединены, там не 4 базы данных, теперь одна база данных, которая в SQL Server создается, поддержка мобильных устройств, и в смысле веб-браузеров, это, конечно, Internet Explorer от 7-ой версии, традиционно, и Chrome, Safari, Firefox с ограниченными возможностями, как это и было после первого сервис-пака в 2010 Project Server. Вот такой вот обзор собственно сетевых преобразований, но это другой продукт совсем, он, конечно, существенно тяжелее, чем сам по себе Project Professional, и этому продукту у нас посвящены курсы и пользовательские, и курсы по администрированию Project Server, там все это можно будет подробно рассмотреть, здесь еще нет на слайде, например, интеграция с Exchange Server поменялась немножечко, но там не архитектурно, она просто немножко процедурно поменялась. Все это можно будет увидеть. На сайте вы у нас можете обнаружить путеводитель по курсам, которые связаны в том числе с Project, и по тому, как они взаимодействуют с курсами методологическими, иногда спрашивают слушатели, что лучше сначала изучать инструмент или методологию, тут у каждого на самом деле специалиста какая-то своя точка зрения есть, у меня тоже есть своя, я считаю, что в принципе ну вот по этому путеводителю можно сориентироваться, как это методологически правильно, но в принципе есть удачные примеры и того, и другого варианта, и тех, кто начинал работать с Project, потому что там все равно нужна методология, ее важно понимать, и удачные примеры тех руководителей проектов, которые начинали как раз с PMBOK, и по PMBOK, это конечно отдельная история, недавно был бесплатный семинар, тоже такой по пятой версии, по новинкам, ну вот в этом году уже запускаем курсы по новой версии, и смежные продукты, конечно, это и бизнес-планы в Project Expert, это и работа с другим инструментом, с Primavera, это и интеллект-карты в Mindjet Manager, авторизованные курсы остались только по седьмой версии, в этом смысле Microsoft авторизованные курсы больше не выпускает, ну и документы, которые вы можете получить, свидетельство центра специалист на русском языке, сертификат международного образца на английском языке, о неком количестве учебных часов по этому курсу, у нас курсы по Project, ну, по крайней мере, 40-часовой курс, он аккредитован и в PMI, 40-часовой курс предоставляет 16, того, что раньше называлось PDUs, такие очные часы обучения, что называется Contact Hours, и аккредитован по государственной программе повышения квалификации в области управления проектами, то есть можно удостоверение гособразца получить, и поскольку у нас курс по продукту Microsoft, то, соответственно, собственно, сертификат Microsoft. Ну, а там подробнее по тому, какой набор документов за какой курс, это можно посмотреть на нашем сайте. Вот, пожалуй, то, что хотелось в течение этого семинара рассмотреть. Немножечко по времени промахнулось, чуть позже закончила, чем хотела, но надеюсь, что вы не в обиде. Пожалуйста, давайте теперь пройдемся по вопросам. «Необходимо две лицензии», спрашивает Сергей, «для одновременного пользования Project 2010 и 2013». Да, Сергей, две лицензии. По стороне голоса в канале вебинара, тут ничего не могу сделать, все на мьюте стоят, стояли. «Как назначить задачи длительность 1 секунда? Эрнест, никак. Project, понимая длительность задач, с чувствительностью до минуты, это минимальная единица. С секундами он вообще не оперирует. Очень нужен линк на курсы по проектированию в следующий год. Да, 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 линк-сервер. Сейчас, коллеги, добавляются вопросы. «Когда будет доступен Project Online, какова будет стоимость подписки? сейчас можно работать с продуктом Project Online? Как можно получить презентацию? Можно. Евгений, если вы с нами, может быть, вы ответите, как можно получить презентацию? Можно ли использовать 2010-й Professional с 13-м сервером и наоборот 13-й Professional с 10-м сервером? Вот наоборот нет, тоже Сергей спрашивает, а в эту сторону ну да, 10-ка, она будет с 13-м сервером работать. Есть ограничения при работе связки Project Server 2013 плюс Office 365-й. Ограничения при работе. Вот на этот вопрос несложно ответить и пока еще на самом деле, если по-честному, то с трудом себе представляю, как это будет выглядеть и как это будет архитектурно решаться, если часть документов в облаке, а сервер, Project Server в компании стоит. Project Server стоит в компании. Ну, ну а что собственно имеете в виду под ограничениями, Алексей? Вы имеете в виду контакт с какими-то другими приложениями или между Project, ну вот, несложно понять, что вы имеете в виду. Ну, скажем так, первый, имеется в виду, что SharePoint change нормальный использование. А, вот в этом смысле. Вот не готова пока, если честно, ответить на этот вопрос. Не готова, не знаю. Сейчас собираем стенд для курсов вот этих как раз тяжелых серверных, сетевых и про то, как эта интеграция будет выполняться. Ну, вот там как раз и будем смотреть. Сейчас не могу сказать. Вопрос у Сергея по онлайн отчету. Может быть, голосом добавьте сейчас 2-5 секунды. Сергей включил вам микрофон. Здравствуйте, Белов Сергей, компания Model Mining, город Москва. вопрос в том, мною на счет интересная штука, очень заинтересовала. Предположим, я сформировал общий отчет по проекту, где видно процент завершения и так далее. Не совсем понимаю, в каком виде он может быть, например, в формате Excel. Я отправил его по электронной почте руководителю. нет ли такой возможности, чтобы руководитель, имея этот отчет, видел результаты моих ежедневных изменений? Сутки прошли, я в проект вношу новую какую-то информацию по закрытию и по завершению, чтобы она автоматом обновлялась у него. В среднем? Думаю, что нет. Прямо практически на 90% думаю, что нет. Вот такое совсем онлайн, это, конечно, project-server. А здесь онлайн ограничен все-таки периметром самого project-professional. Ну, или там стандартного выпуска. Хорошо, следующий вопрос. Есть ли опыт взаимодействия 13-го проекта с 10-м офисом? Можно ли комфортно работать в офисе с 10-м и только проект до 13-го? Ну, я, собственно, так и делаю на этой машине. Ну, я там стараюсь какие-то другие приложения открывать в десятке. Да нет, всегда так было. Всегда можно было, допустим, отчеты из 10-го project-а можно было выгружать спокойно в Excel 2007-ой. Я уверена, что и сейчас это сохранилось. Думаю, никаких вопросов нет. Опыт взаимодействия есть и комфортно работать можно. коллеги, есть ли еще вопросы? Да, садения на что. Владимир, да, про презентацию вы спрашиваете. у нас есть ваши адреса электронной почты, ну и соответственно на этот адрес попрошу просто организатора выводу презентацию и его заслонить. Коллеги, спасибо вам тоже за участие. Ну, надеюсь, что новинки 13-го project-а удалось осветить. Немного не в темы, нет ли сведений, когда обновится в 45-й офис до версии офиса 2013-го. Алексей, я думаю, что в ближайшее время, ну а так вот совсем точной информации нет, ну как обычно Microsoft присылает письма о том, что уже вот-вот. Когда курсы будут обновлены до 13-й версии? Курсы по project-у 2013-му идут уже прямо сейчас. Мы по десятке читаем только в исключительных случаях. Спрашивает Владимир, есть ли какие-то глюки? Коллеги, есть. конечно, безусловно, как в любом выпуске, собственно, любого офисного приложения, но вот один из них продемонстрировала. Давайте еще покажу. Можно например как-нибудь постараться, ага, сейчас так вдруг и не получится, отрегулировать высоту строки и на самом деле это иногда бывает так совсем неожиданно и необычно. попробую все-таки как-нибудь показать, как это может быть. Если просто за нижнюю границу ячейки потянуть, как обычно это в Excel бывает, то не всегда на самом деле он нормально и корректно подравнивает высоту строк. ну еще один это мы посмотрели через двойной клик по названию ресурсов не всегда можно в сведения ресурсов попасть и так далее. Они есть конечно какие-то, но вот еще раз повторюсь, есть надежда на то, что все все прям будет хорошо. Версии стандарт отсутствовала функция неактивной задачи, как с этим в 2013 версии то же самое. Здесь тоже нет неактивной задачи. Когда мы спланируем 14 версию вот этого не могу сказать, не знаю. ну в смысле какой-то следующий не знаю. У них видите, как это все нерегулярно выходит на самом деле почти непредсказуемо. Какую-то такую закономерность в периодичности отследить сложно. Если PMBOK раз в 4 года четко выходит, проект обновляется по-разному. Да, коллеги, спасибо большое. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, то на этом мы можем не прекращать наше с вами общение. Есть адрес электронной почты. Обычно на почту отвечаю, но я отвечаю всегда, могу просто не в тот же день ответить. И спасибо вам тоже за участие. И будем рады видеть вас на курсах по проекту и прочих курсах тоже. Спасибо большое, всем удачи, всех успешных проектов и такого, как обычно говорю, максимально прогнозируемого использования проекта, чтобы без сюрпризов. Спасибо, сессию закрываем. Спасибо.